Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте посмотрим на кристалл мобильного процессора AMD Ryzen. Разберемся с поддержкой разгона на интеловской B560 и взглянем на самый необычный корпус нашего времени. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как начать, хочу рассказать вам о тесте видеокарты RTX 3070 в игре Cyberpunk, который вышел на дружественном канале Территория ПК. Ссылочку на ролик с тестом я оставил в описании. И с вашего позволения я начну с красного лагеря, где появилось много информации о процессорах Ryzen. Буквально на днях в распоряжении ресурсов видеокардс оказалось изображение кристалла Cezanne, который войдет в состав новейших ноутбуков. Новые APU смогут предложить до 8 ядер из 16 потоков, а также до 8 графических ядер Radeon. Процессоры получат 20 линий PCI-Express, но сколько из них будет отведено под графику пока неизвестно. Если сравнивать кристаллы Zen 2 и Zen 3, то сразу в глаза бросается размер. По подсчетам видеокардс, площадь новых процессоров будет на 19 мм квадратных больше, чем у предшественников. Такое увеличение площади связано с использованием более крупных по размерам ядер Zen 3 и большего блока кэш-памяти L3, которого в новых процессорах должно быть в два раза больше. Сам анонс процессоров состоится уже на следующей неделе в рамках выставки CES 2021. Тем временем в базе данных некоммерческой организации USB-IF раскопали упоминания о еще двух гибридных процессорах Ryzen 5000 серии. Они указываются как Ryzen 9 5980HX и Ryzen 7 5700G. И судя по всему, данные процессоры находятся на финальных этапах разработки и сейчас проходят сертификацию на соответствие требованиям и стандартам USB-IF. Если судить по названию, то Ryzen 5980HX станет одним из топовых процессоров в линейке Cezanne, которых мы знаем уже три. Это Ryzen 9 5900HX, 5900H и 5900HS. Но абсолютно непонятно, зачем AMD иметь такое количество сильно похожих процессоров в мобильном сегменте. Сам по себе индекс 5980 явно тянет к серии Threadripper. Поэтому возможно это заказная модель для какого-либо стратегического партнера AMD, например для компании Microsoft с их устройствами Surface. А с процессором Ryzen 7 5700G все намного проще, так как это на 99% десктопная модель Cezanne для платформы AM4. А один из топовых ноутбуков с процессором Ryzen 9 5900H уже попал на тест к одним ребятам. Он включал в себя еще не анонсированный процессор и 32 ГБ оперативной памяти. В подробности тестировщики особо не вдавались, но мы уже знаем, что он восьмиядерный и 16-поточный процессор на архитектуре Zen 3. В тесте CPU-Z он набрал 617 баллов в однопотоке и уверенно обогнал десктопный Ryzen 7 3700X. Также он оказался быстрее ноутбучного Core i7 10875H, который набирает всего 550 баллов на ядро и 5000 в многопотоке. В Cinebench 5900H оказался на 17% быстрее в одноядерной нагрузке, чем 10 875H и на 22% в многоядерном тесте. Сам ноутбук оснащен системой охлаждения с двумя вентиляторами, которые подключены как к процессору, так и к видеокарте. Тестировщики не упоминают какая видеокарта используется внутри, но указывают, что в Cyberpunk 2077 эта система работает очень плавно благодаря новейшему графическому процессору RTX. Судя по всему, они подписали соглашение о неразглашении с Nvidia, но не с AMD. Также издание Unica получило в свои руки процессор Ryzen 5800U, который будет представлять энергоэффективный ряд процессоров Zen 3. Он получит вдвое больше третьего кэша и предложит на 200 МГц больше, чем предшественник. В CPU-Z процессор набрал 592 балла в однопоточном тесте и 3812 баллов в многопоточной нагрузке. Результат в многопотоке конечно не впечатляет, но 592 балла на ядро ставит этот процессор выше настольного флагмана Core i9-10900K. Но что происходит в многопотоке пока сложно сказать. Скорее всего проблема кроется в SMT, ведь даже Ryzen 7 4800U набирал 5000 баллов. Судя по всему, на момент релиза это пофиксят и процессор обеспечит очень хороший уровень производительности для своего скромного теплопакета. Тем временем компания Silverstone на днях выпустила безвентиляторный блок питания Nightjar на 700 Вт. Устройство получило название SST-NG700 и может похвастаться модульной системой подключения и сертификатом 80 Plus Titanium. Блок питания располагает одной 12-вольтовой линией с максимальной нагрузкой 58 А. И вендор отмечает использование конденсаторов японского производства, высокую стабилизацию напряжения и наличие всех необходимых систем защиты. А в синем лагере наконец-то был подтвержден разгон на материнских платах B560. Эту информацию подтвердила тайваньская фирма BioStar, которая обнародовала технические характеристики первых изделий на этих чипсетах. Для одной из будущих плат BioStar B560 заявлена поддержка до 128 ГБ оперативной памяти DDR4 с эффективной частотой вплоть до 4000 МГц. Но в то же время изделия H510 будут ограничены частотой 2933 МГц, а разгон процессора будет доступен только на Z590. В числе главных фишек также значится поддержка интерфейса PCI-Express 4.0. У моделей с логикой B560 и Z590 он предусмотрен как для слотов PCI-Express X16, так и для M.2. Но в случае с платами H510 совместимость будет только для разъема под видеокарту. И конечно же для работы PCI-Express 4.0 нужен новый процессор Rocket Lake, который должны представить на следующей неделе. А компания RaisinTech готовит к выпуску уникальный компьютерный корпус под названием Pen Slim. Новинка имеет горизонтальное исполнение и располагается на четырёх небольших ножках. В такой корпус возможно установить материнские платы в формате Mini-ITX и допускается применение крупных видеокарт длиной до 340 мм. Также в него получится установить два 3,5 дюймовых накопителя и 4 на 2,5 дюйма и даже сделать жидкостное охлаждение с радиатором до 240 мм. При помощи такого корпуса можно собрать компактную игровую систему и использовать его в качестве подставки для монитора. В продажу Pen Slim поступит до конца этого квартала с рекомендуемой ценой в 200 евро. Тем временем организация Wi-Fi Alliance приступила к сертификации первой волны устройств с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6i. Многие из них мы скорее всего увидим на виртуальной выставке CES 2021, которая пройдёт на следующей неделе. Сам же Wi-Fi 6i принесёт с собой самое большое обновление стандарта Wi-Fi за последнее десятилетие и его сравнивают с переходом с двухполосной дороги на восьмиполосное шоссе. Беспроводные соединения должны стать быстрее и надёжнее. А многие устройства в этом году уже получат новые модули, что добавит к традиционным диапазонам диапазон 6 ГГц. Но, к сожалению, диапазон 6 ГГц свободен от лицензирования не во всех странах мира. Его уже разрешено использовать в США, а множество других стран только готовятся дать зелёный свет новому стандарту. Однако в России с этим вопросом всё не очень радужно. Сертификация пока разрешена для устройств стандарта Wi-Fi 6, который не включает 6 ГГц полосу. Устройства с поддержкой нового стандарта начали появляться ещё в сентябре прошлого года, а его поддержку в смартфоны принесёт Snapdragon 888, на основе которого построят множество флагманов. А вот глава SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в мире, о чём сообщила CNBC. Его состояние оценивается в 185 миллиардов долларов, что на миллиард больше, чем у Джеффа Безоса, который создал Amazon. Такое увеличение капитала связано с ростом акций Tesla, цена которых взлетела в девять раз. Сам Маск отреагировал на эту новость заявлением, что это странно. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.